Дмитрий Евстафьев, а я согласен. Да, Дмитрий Анатольевич не первый раз констатирует, что при определенных условиях украинская государственность может исчезнуть. Давайте вот только рационально, на пальцах. Украина – это состоявшееся государство? Нет, безусловно. Украина – это государство, которое с 1991 года потеряло практически, я думаю, что уже близко к половине населения. Я думаю, что нет в мире государств, если только не считать государств, переживших геноцид, которые потеряли население в таком количестве. Потеряла промышленность, и дело здесь не в российских авиаударах. Потеряла социальные структуры, которые были замещены фактически вот этими разного рода националистическими организациями. Кстати говоря, это нормальный итог. Сперва олигархической экономики, которая была создана на Украине, а потом олигархической политико-экономической системы. Поэтому с точки зрения критериев, состоялось это государство или не состоялось, здесь, что называется, намного больше факторов в пользу того, что это государство не состоялось. Текущее положение абсолютно соответствует тому, что сказал верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Относится к своим гражданам, к своим военнослужащим, как к чужим, как к не своим. Это власть, но она рассматривает это население как свое, но она не считает, что она зависит от этого населения. Киевский режим зависит от кого угодно, только не от своего населения, которым жертвуют в каких-то безумных количествах. Поэтому да, встает вопрос, в каком формате может существовать Украина в принципе. И я рискну сказать, что это за формат. Это формат демилитаризации, деноцификации и полной федерализации. Других форматов, при которых сохранится на политической карте мира Украина, если только это не правительство в изгнании, а вот именно на политической карте мира. Я просто не вижу, Украина должна быть полностью демилитаризована. И, конечно же, уже далеко не в тех цифрах, которые обозначались в свое время в Стамбуле. Украине вообще опасно иметь какое-либо тяжелое вооружение. Его просто не должно быть. Она должна быть абсолютно деноцифицирована. Там должна быть произведена не просто персональная деноцификация и предание суду тех людей, которые загубили своими нацистскими взглядами не только мирных. Жителей Донбасса не только в Крыму, не только в Белгородской области, но прежде всего своего народа. Но должна быть произведена социальная деноцификация. То есть должны быть ликвидированы все структуры, которые так или иначе принимали участие в финансировании, в поддержке и в политическом обслуживании нынешнего киевского режима. Ну и, конечно, федерализация. Украина – это страна сообществ. Страна, ну если хотите, наверное, на меня обидится, это страна хуторов. И это должно быть воплощено в определенного рода политических институтах. Так, если эти три условия, ну, на мой взгляд, я не предвосхищаю, как будет то, как будет осуществляться устройство будущей Украины, но, на мой взгляд, если эти три условия будут осуществляться, то, конечно, какое-то пространство для Украины останется. Но об этом лучше спросить, извините за мой цинизм, у поляков, что они по этому поводу думают. Если же будет продолжать существовать этот геноцидальный, не только по отношению к соседям, но и к своему народу режим, ну, а какой повод для того, чтобы это государство существовало? Это будет, ну, просто берем учебник, открываем 17 век и читаем про то, вот мы говорим там, что такое руина, руина, руина. А давайте прочитаем, с чего начиналась руина, чем она закончилась, почему там вот это все происходило. И тогда мы будем играть в игру «Найди 10 отличий». Там никакого государства, конечно, сроду не было, но там было такое прото, что называется, ростки какой-то государственности. Они были все сожжены, извините, в пыль. Украина стала диким полем. Поэтому я бы рассматривал то, что написал и опубликовал Дмитрий Анатольевич Медведев не как угрозу, а как предостережение, как предостережение украинским политикам. На мой взгляд, они не услышат и не способны услышать. Но, тем не менее, это предостережение, оно такое очень важное. Потому что начинали-то мы с чего? Начинали мы специальную военную операцию с идеей того, что мы не ставим задачу смены политического режима на Украине. На сегодняшний день совершенно очевидно, что смена политического режима на Украине является одним из условий успешного завершения специальной военной операции. Но есть, что называется второе. Знаете, как у нас бывает? Первое предложение – самое лучшее. Второе – ну, похуже. Третье – оно такое, но лучше его принять. А вот четвертое предложение, которое и не предложение вовсе, знаете, как говорил мой знакомый, доктор наук, константация. Он знал, как правильно, он просто любил бесить там всех. Так вот, знаете, это такая вот константация. И у каждого должна быть национальная культурная автономия, экономическая автономия. Может быть, политическая где-то. Ну, например, там в Закарпатье. Очевидно, что там напрашивается вопрос, связанный с автономией некоторых национальных меньшинств. Но лучше это сделать самим, чем за вас это сделают. Знаете, терпеть не могу этого слова, вот меня сейчас покорежит. Вот если украинский политикум, если бы украинский политикум имел мозги, а не только живот, который набивался грантами, он бы деноцификацию и демилитаризацию провел бы сам. И жил бы сейчас, почесывая пузо. А не думая, куда еще прилетит цветок с политическим названием. Но, к сожалению, людей, которые были способны посмотреть даже не на два, а на шаг вперед, на Украине практически не было. И уж точно они не находились у власти. Поэтому опять предостережение Дмитрия Анатольевича, но опять его на Украине никто не услышит. Зеленский сел на велосипед. И этот велосипед, знаете, уже давно поставили на ножки. Он уже никуда не едет, но он продолжает крутить педали. Посмотрите на его последние заезды. Он все думает, что сейчас август 2022 года. А сейчас август 2023 года. На мой взгляд, ну чуть я там особого никогда не было. И хитрости не было. Но, на мой взгляд, саморефлексия у украинского режима ушла полностью. Я думаю, там вообще мало кто осознает, насколько близки, прежде всего, американцы к тому, чтобы осуществить в Киеве такую, ну, рокировочку. Поэтому я боюсь, что Зеленскому судьба Саакашвили не грозит. Хотя, я знаете, ну я терпеть не мог этого человека. Этот человек был безумец изначально, я имею в виду Саакашвили. Но я посмотрел на него, и судьба этого человека не завидна. Но ведь он тоже не смог остановиться. Он тоже не смог слезть с этого велосипеда. Политическому лидеру государства, которое не является суверенным, а ни Грузия, ни Украина никогда не были суверенными государствами. Если еще Украина могла в середине 90-х претендовать на какой-то суверенитет, то Грузия не могла. Им всегда надо понимать, что они ездят на чужом велосипеде. И с него надо уметь вовремя слезать. Это предложение неоднократно делалось в Грузии. А давайте поговорим о более широком контексте. В 2008 году случилась ситуация, вернуть которую назад невозможно. Это я вам могу сказать как человек. Ну, в Абхазии я не был, а в Южной Осетии я бывал. И вернуть ее невозможно. Давайте подумаем спокойно, без истерик на стадионах, которые свойственны грузинской интеллигенции. Давайте поговорим о том, как могли бы быть устроены отношения четырех государств. Россия, Грузия, Абхазия и Южной Осетии. В новом контексте, опять же с учетом мнений, настроения народов, прежде всего, в Абхазии и Южной Осетии. Ну, потому что решать вопросы без мнения людей, это, во-первых, абсолютно некрасиво. Ну, и это всегда выходит боком. Но это про поговорить. Но вот это уже предостережение. Да, такое знаете, потому что использовать Грузию как объект манипуляции, ой, очень многие хотят. Я вам так скажу, что Грузию использовать, я, наверное, скажу, сейчас опять на меня обидятся. Грузию использовать против России как инструмент манипуляции хотят большее количество внешних сил, чем это делают по отношению к Украине. Потому что это просто вот такой, ну, нависающий объект манипуляции, который еще немножко разделен внутри себя. И вот это надо вот таким спокойным, вдумчивым диалогом с грузинскими элитами и с обществом иногда им объяснять, что вот оно так случилось. Не Россия устроила войну трех восьмерок. Не Россия пошла на обострение. Давайте исходить из того, что есть некие реалии. Давайте подумаем, как они могут быть организованы. Тем более, что я думаю, что в Грузии у очень многих людей возник, я скажу так аккуратно, вкус к экономическому взаимодействию с Россией. Потерять которое, ну, наверное, было бы непростительно с учетом того, что с Турцией сейчас, в отличие от той ситуации, которая была 10 лет назад и даже 7, не перепадет точно ничего. Туркам самим явно не хватает. Я честно не знаю, что происходит в зерновой сделке. Отмечу три момента. А что, собственно, разрабатывать-то? Есть подписанный документ. И Россия, по-моему, уже сто тысяч раз говорила. А давайте выполним то, что написано в этом документе. Не надо ничего разрабатывать. Не надо искать новую работу. Господину Гутеррешу. Он с предыдущей не справился. Ну, что разрабатывать-то? Вот есть документ. Документ прорабатывал все основные наши взаимные обязательства. По зерновой сделке выяснилось, что никто, это, кстати говоря, очень все похоже на минские соглашения. Это такие минские соглашения, вид сбоку. Никто, никаких вещей в адрес России. По зерновой сделке, я рискну это опять сказать, делать не собирался. Поэтому эти все предложения, это все от лукавого. Выполните то, что было написано в предыдущем документе. И все, и сразу жизнь наладится. И сразу зерно пойдет. Наверное, оно в Африку все равно не пойдет. Мы же понимаем, что все украинское зерно, оно давно продано, перепродано и так далее. И принадлежит никакой не Украине, а американским и европейским трейдерам. Я, кстати, думаю, что по итогу 2023 года там явно не будет того урожая, который был в прошлом. По-моему, это очевидно уже всем. Поэтому вот эта вот попытка заболтать, я рискну сказать, вопросов выполнения российской части зерновой сделки какими-то новыми предложениями, ну, по-моему, это такой артель напрасный труд. И, кстати говоря, Россия очень четко показывает. Пока не будет подвижек, в том числе связанных с платежами, ну, никакой ситуации здесь не будет. Попытка каким-то образом начать вывозить зерно. Но, ну, хорошо, протащат по Дунаю несколько зерновых судов. Но все равно основной экспорт сельхозпродукции и импорт чего бы там ни было идет по речным коммуникациям. Ну, протащат, может быть, один другой контейнеровоз по Черному морю. Но это не решает проблем поставки зерна. А все исходит из того, что наши западные партнеры и некоторые игроки на Востоке считают, что условия и обязательства перед Россией выполнять не стоит. Их можно не выполнять. Мне кажется, что еще пока в умах этих людей, подчеркиваю, и на Западе, и на Востоке, к сожалению, пока еще эта идея, что обязательства перед Россией нужно выполнять, она окончательно не внедрилась. Поэтому, ну, подождем еще некоторое время. В принципе, у России очень хороший урожай зерна. Россия сможет накормить всех, кто захочет быть накормленным. Но мне кажется, что России не нужно вот так вот бежать и торопиться принимать участие в очередной серии финансовых спекуляций на базе сельхозпродукции. Потому что вот то, что сейчас пытаются сделать, ясно совершенно, это будут в основном финансовые спекуляции, от которых пара мультимиллионеров станут миллиардерами. Вообще, они будут жить в Европе, может быть, где-то на Ближнем Востоке. Про довольственной безопасности, в том числе Африке, это не имеет никакого отношения. Вот если раньше еще можно было рассуждать, посодить Трампа или не посодить, посодить. Но это не означает, что он не выиграет президентские выборы. Вы знаете, я очень люблю американцев. Конечно, той Америки, которую я когда-то знал, уже нет. Но я так смотрю, а вам не кажется, что они начинают напоминать старый Советский Союз? Там тоже очень любили обиженных. Там тоже очень любили обиженных. Вот ты обижен властью, ничего, что ты там алкоголик и плохой тренер, но тебя уволили. Значит, ты за правду пострадал. Ходили вот такие пострадавшие за правду. Около советских пивных. Вот мне Дональд Фредович Трамп начинает напоминать такого пострадавшего за правду. Но юмор-то в том, что у него все получается. Юмор в том, что если бы его так не давили, конечно, он наверняка бы продолжал. Он лидировал бы среди республиканцев. Но уж такого разрыва с этим несчастным Десантисом, которого вытолкнули с ним бороться, ну точно бы не было. Но это да, это следствие такого очень серьезного изменения психологии американского общества. Если тебя преследуют, если у тебя не получается, ты лузер. А если ты не лузер, а пострадавший за правду. И второе, это, конечно, утрата американской политической олигархией, чувство меры, которое позволило в свое время выйти из воронки этого самоуничтожения ватергейтского конфликта. Вот это чувство меры в американской политической олигархии, я точно вам гарантирую, ушло. И Трамп почувствовал, что он этим методом сможет набирать политические очки. Канал Народная политика, а также Ясная точка благодарят вас за просмотр.